Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Если в прошлом году у него был «Шкода Йети», то теперь «Субару Форестер». А квартира у кировского сити-менеджера все та же, площадью 125 квадратных метров. Доходы супруги Осипова – полтора миллиона рублей. На нее записано два земельных участка. Программа Экономика. Горнолыжный комплекс в Белой Холунице выставили на продажу. 40 миллионов рублей рассчитывают получить владельцы комплекса «Грейтфилд». Они продают землю с горнолыжным центром с подъемниками, зданием проката, оборудованием и машиной для подготовки склонов и трасс. Также продаются коттеджи с мебелью для приема гостей. В прошлом году за гостиничный комплекс просили 7 миллионов. Комплекс в Белой Холунице не принимает гостей с 2019 года. Раньше, кроме горнолыжного спорта, там занимались яхтингом, конным спортом. А вот реализовать планы по созданию дайвинг-клуба и строительству вертолетной площадки хозяевам не удалось. Экономика. На 101 ФМ. Власти озаботились образованием самозанятых. Во второй половине года для них запланированы образовательные мероприятия. Это семинары по вопросам сертификации и декларирования. О продукции. Созданию личного бренда и работе в соцсетях по юридическим особенностям статуса самозанятого. В России сейчас порядка 2 миллионов предпринимателей платят налог на профессиональный доход. Такой режим был по всей стране введен летом прошлого года. Опрос, проведенный ОНФ и порталом для фрилансеров ЮДУ, показал, что 20% самозанятых не нравится работать без оплачиваемого отпуска. Стольким же не по душе самостоятельно оплачивать страховые взносы. 10% не хватает офиса, 4% не отказались бы от контроля руководства. Завершение о валютах. Доллар сегодня 74,4 рубля. Официальный евро 89,85. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ.